«Однажды» Однажды Лариса Гузеева рассказала в эфире, как приехала на гастроли в какой-то город, но ее не встретили. Она звонит организаторам из аэропорта, мол, «Вы где?», а они говорят, «В пробке». Еле тащимся, не успеваем. Она пошла и купила обратный билет. И улетела. Раз ценила это не успеваем, как неуважение, неужели нельзя было позаботиться о встрече? Выехать заранее. «Это меня должны ждать», а не я, сказала Гузеева, давая понять, что это ее слоган по жизни. Моя подруга организовывала выступление одного знаменитого бизнес-тренера. Оговаривая гонорар за два часа своего выступления, он назвал сумму и добавил, «И по 7000 рублей за каждые 10 минут моей переработки». То есть организатор должен сделать так, чтобы спикер вышел на сцену ровно в 19, а ровно в 21 с нее ушел. Если его задержит кто-то, ну, поклонники, желающие фото и автограф, например, то он готов, но не бесплатно. Я вот, когда слушаю такие истории, не устаю поражаться. Вот умеют же люди выстраивать границы. Вот умеют же ценить время. Вот молодцы же. Я не умею. Вчера в аэропорту Краснодара, откуда я вылетала домой, в Москву, ко мне подошли скромный муж с женой и попросили передать доверенность дочери, которая живет в Москве. Листок бумаги, нотариально заверенный. Дочь встретит меня в Москве, по прилету, и заберет документ. Если бы это была посылочка, я бы не взяла, страшно. Но это просто документ, почему не помочь людям? Я легко согласилась. Объяснила, что буду очень спешить, и важно, чтобы меня встретили прямо у выхода, мне некогда будет бегать и искать кого-то. Да-да, конечно. Пообещали родители. И вот, приземляемся. В билетах всегда пишется время прибытия с запасом на получение багажа. То есть, если там написано, что вы прилетите в 12.00, то если самолет вылетел вовремя, сядет борт в 11.40, а в 12.00 вы выйдете из аэропорта со своим чемоданом, выловленным на ленте. У меня время прибытия обозначено как 20.35. Мы селив 20.00, я звоню девушке, которая должна прибыть за доверенностью, сказать, что через 10 минут выйду, потому что багажа у меня нет, только ручная кладь. Как? Удивляется девушка. Вы должны были прилететь в 20.00, 35.00, плюс время на багаж. Я только выехала, планировала к 9.00 в аэропорт. То есть, девушка не готова приехать пораньше, жертвуя своим временем, но щедро рискнула моим. Мне лень объяснять ей, что самолет прилетел вовремя, надо решать, что делать. Я предлагаю вариант. Говорю. Я сейчас возьму такси и поеду домой. Живу в получасе езды от аэропорта, прямо по кошерке. Вы тогда не едьте в аэропорт, развернитесь, я скину адрес, встречайте меня около подъезда. Я приезжаю на аэроэкспрессе, он прибудет в 21.00, выйти не могу. Вы не сможете подождать. Не смогу, я раздражаюсь. Я же предупреждала, что буду спешить. Но я же не виновата, что вы прилетели раньше. Это обстоятельство. Девушка тоже недовольна ситуацией. Мы прилетели вовремя. Ну как же. Время прибытия указано. Девушка, холодно говорю я, вы меня подвели. Из уважения к вашим пожилым родителям, я сейчас найду в аэропорту человека, которому передам документ. Вы приедете и заберете. Хотя могу никого не искать и ни с кем не договариваться, а просто поехать домой и скинуть вам адрес, а вы ищите меня потом по всей Москве. Пожалуйста, цените чужое время, особенно, когда вам оказывают услугу. И скидываю звонок. С моей стороны это невежливо, но я устала. Устала после перелета и устала от того, как просто чужие люди распоряжаются моим временем. Подхожу к бариста в маленькой кофейне в аэропорту. Говорю. Можно я оставлю тут документ, его заберут через минут 30. Тысяча рублей, отвечает бариста. За что? Поражаюсь я. За то, что я не почта. Гениально. Отличный кейс. Прекрасный урок. Мне даже в голову не пришло там, в Краснодаре, когда ко мне подошла пожилая пара с этой доверенностью, оценить ее в некую сумму. А кому-то пришло. И он неплохой и нехороший, и я неплохая и нехорошая, мы просто разные. В итоге я договорилась с девушкой, которая билеты продает в кассе. Она сидела, скучала, я объяснила ей ситуацию и повеселила фразой. Если вы тоже сейчас скажете тысяча рублей, я упаду в обморок от того, какие все продвинутые. Она согласилась построжить чужую доверенность бесплатно. Я скинула ее телефон и местонахождение касс девушки из аэроэкспресса и смс-сообщением. Разговаривать не хотела, пусть думает, что я хамка. В ответ не спасибо, не отвали. Тоже хороший урок мне. Делай добро по велению сердца, а не в ожидании благодарности. Таксист, который вез меня из аэропорта, и которому я рассказал о эту историю, сказал, что он бы тоже с радостью монетизировал чужую наглость, предложил бы варианты. Я готов подождать пять тысяч. Я найду тут человека, которому передам три тысячи. Я уезжаю домой, а ты едешь за мной одна тысяча, за испорченное настроение. Как быстро меняется этот мир. Я за ним не успеваю.